Новый неприятный случай. Автохам не пропустил скорую, теперь в Петербурге. Упрямство достойное лучшее применение. Почему так сложно уступить дорогу? Разные города, но похожие ситуации. Увы, все чаще в последнее время. Мы решили проверить, действительно ли все настолько плохо. Вместе с автоинспекторами в рейд отправилась наш корреспондент Алена Гермнова. Я объясняю. У меня в бригаде лежит пациент. Очередной случай, когда личные амбиции цене чьей-то жизни. На этот раз в Петербурге. Пока в машине скорой помощи врачи спасали пожилую женщину, снаружи водитель держал оборону. Явно обеспеченный житель этого же дома, откуда увозили пациентку, объезжать дворами не хотел. Я тебя найду. Только ударь. Только ударь. В полицию вызывай. Выбивай, выбивай. Этот плевок в сторону тех, кто спасает жизни, похоже, стал дурной привычкой. Проблесковые маячки и звуковой сигнал для многих вовсе не повод подвинуться. Это было в дворах, когда человеку надо было проехать. Пока мы с ним привыкались, бригада работала с его мамой. И вот маму вынесли на носилках. Тогда он понял, что приехали к нему. Вот человек-то долго, конечно, согрушался, извинялся. То есть женщине сильно повезло, что скорая помощь оказалась у ее дома до приезда сына. Потерянные в дороге минуты могли стоить ей жизни. Приучить правильно расставлять приоритеты водители пытается ГИБДД. В один из таких рейдов сегодня отправились и мы. И первые полчаса машину с проблесковыми маячками действительно пропускали. Но так было до первого загруженного перекрестка. Нужно было остановиться и пропустить для нее, понимаете. А не создавать аварийную такую ситуацию. Это, знаете, я закану пошла, что дочка в городской прокуратуре... Этой самой дочке в прокуратуру женщина будет звонить все то время, что находилась в машине инспектора. Консультации с родными для нее были важнее, чем самосуд правонарушения. Вы меня выслушаете сначала, потом будете прокурором, следователем и всем остальным звоните. Поймать за руку нарушителя получается далеко не всегда. Инспектора к каждой машине скорой помощи не приставишь. Но даже присутствие поблизости представителей ГИБДД порой не смущает. В то время, как остальные притормаживают водитель этой грузовой машины, проносятся мимо. Сейчас на водителя этой газели инспектор составляет протокол об административном правонарушении. Через неделю этот мужчина должен будет явиться в ГИБДД, где после разбора деталей дела и будет принято решение. Ему либо назначат штраф в 500 рублей, либо дело направят в суд. Если бы водитель нарушал правила дорожного движения и раньше, его могут лишить прав на срок от одного месяца до трех. Что такое штраф в 500 рублей? Сами инспекторы не скрывают, что все общественные инициативы с требованиями увеличить размер штрафа поддерживают. Было там многое, там 500 рублей. Ну и что, идите, инспектор, пишите. Что страшного? Сейчас 1000 рублей уже больше половины. Да многие пристегаются. Похоже, и в этом случае уповать остается только на все то же наказание рублем. Полностью полагаться на культуру вождения вряд ли стоит. Хотя за то время, пока мы снимали, были и положительные примеры. Вот видите, человек даже без маяков пропускает скорую помощь. Есть уважение. Алена Германова, Светлана Ведяшкина, Ксения Угарова, Денис Торопчинов, Павел Семенков. Первый канал. Санкт-Петербург.